Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас излюбленная тема нашего канала это гастролеры, которые предлагают различные виды услуг по завышенным ценам или вообще некачественные услуги и в итоге, как говорится, кидают наших граждан, граждане потом обращаются в полицию. Сегодня произошла такая ситуация, в социальных сетях об этом много писали наши граждане, о том, что по квартире находят некие товарищи, которые предлагают услуги поверки счетчиков, может быть дополнительно какие-то датчики от протечек и так далее, мы этого не знаем. Ну, сегодня была ситуация такая. Звонил нам директор водоканала Станислав Мельник, который лично и собственноручно поймал таких вот товарищей. Вводная вот такая, просто мы не с самого начала начали писать видео, подъехали, уже разговор шел и сейчас я вам расскажу, в чем была суть дела. Давайте посмотрим первый кусочек. Проводится обход квартиры, лицензированная компания, просьба передоставить доступ. На основании чего? Просьба передоставить доступ. На основании чего? Я вам еще раз говорю. Федеральный закон 102. Мы же не нарушаем закон, правильно? Никакой? Еще раз говорю. Ваша организация, каким образом имеет отношение между потребителем облакового канала и физическим институтом? Каким образом? Никакого. Никакого? Подтверждайте. Это прямая продажа. Причем, то есть федеральный закон 102 для вас. 102? Вы же знаете, о чем это говорили? Я знаю, да. Вы. Песечки в фейс-сроке. Согласен. Собственник, он должен все. Это заношение между облакового канала и потребительством. Согласны? Собственник, правило выбирать. В этом объявлении есть предложение коммерческого услуга? Я еще раз говорю. Вы считаете, что это продолжение коммерческого услуга? Собственник, правило выбирать. Вы представительство коммерческой организации. Представляете условия на основании той лицензии, которая у вас есть. Я, правило. А можно это смотреть? Никакого отношения к потребителям облакового канала не имеет. В данном объявлении у вас информация заинтересована вашей лично коммерческой выгодой, говорящей о том, что вы просите предоставить доступ к приборам счета. Здесь есть какое-то нарушение? Да, конечно. В чем? Вы не являетесь между облакового канала и потребителем никем? Подождите, если у нас есть аккредитация, вы же отримите эти документы, правильно? Вот и все. Каким образом? Каким образом? Что каким образом? Вы здесь просите предоставить доступ к приборам счета. Потребителям вы можете только представить интересы своей коммерческой организации и распечатать это все в виде предоставления услуг. У вас является объявление с ссылкой на федеральный закон, а также просьба на доступ к приборам счета. Все просто. Мы согласны этому закону. То есть метрология, она согласна этому закону. На основании чего? Я же вам еще раз просил. Доступ? Доступ. Имеем право требовать только мы. Мы не требуем. Вы просите? Мы не требуем. И пишите о том, что будет по квартире и обхов. Там есть. Там же указано, что будет ходить лицензированная организация. Вы, я так понимаю, маскируете свое объявление под требованиями, как будто УК или ресурсоснабжающей организации. Вы? Ну да, у вас так объявление выглядит. Там же нет ничего. Ну это вы сейчас на грани фола играете, просто вот этот момент. Для бытового потребителя, в том числе, например, пенсионера, да, вот это объявление, вот оно, выглядит как будто это управляющая компания, либо водоканал прислала вас, и это все уже согласовано, и вы поэтому безапелляционно получаете доступ. Правильно? Мы никогда не собираемся. Но вы же, когда печатали это объявление, точно так же мыслили или нет? Или у вас не было такой мысли? То, что вы мне сейчас об этом говорите, это уже нет. Как я уже сказал, мы подъехали чуть позже, на месте уже работало, были сотрудники полиции, были сотрудники водоканала. Как так получилось? Сотрудники водоканала работали рядом, значит, осуществляли какие-то ремонтные работы на своих сетях и увидели таких красивых, прекрасных, вот как я с причесочкой товарищей, на которых было написано поверка счетчиков, метрология и так далее. То есть, ну, естественно, каждый человек рабочий знает, что молодые парни в наглаженных футболках с набриолиниными волосиками, так не выглядят поверщики счетчиков, и тем более сантехники, это люди труда, как бы, и это вызвало сомнение. Причем вызвало сомнение у самого директора водоканала. Он к ним подошел и попросил документы. Вот в этом куске видео, которое мы сейчас с вами посмотрели, становится понятно, что в чем к ним суть претензии. Суть претензии в том, что они формируют объявления, которые, значит, находятся на подъездной группе или там на досках объявления при подъездах. О том, что в рамках 102-го федерального закона у вас будет, просим обеспечить, там просим, нет, просто обеспечить доступ к приборам учета. Создается у людей, жителей дома, такое впечатление, что это какая-то государственная организация, которая, опираясь на федеральный закон, вы ее должны пустить в квартиру, эту организацию, ее представители. Вводится этим объявлением в заблуждение граждан. Директор водоканала попытался их немножко попровоцировать и предложил им партнерские условия, ну, понятно, что с усмешкой, и попросил представить документы, которые у них есть на руках. Мы, может быть, допустим, возьмем на себя тоже бремя, если вы законопослушный граждан, почему нет? Не возьмете, потому что мы здесь ненадолго. Почему ненадолго? Мы смотрим. Что вы смотрите? Можно ли здесь открывать вопрос? А вы с какого города вообще? Самары. Самары? Изначально Москва, Самары. Гастролеры у вас называют, да? Улыбнулись, да? Хорошо подходят, да? Я не знаю, кто у вас. Не знаете? Ну, почитайте. Новости у нас очень много таких ребят, как вы приезжаете. Скажите, пожалуйста, ну, у вас, вы какой документ? Вот сейчас человек у вас закажет услуги, вы ему что дадите на руки? Все, что мне нужно. Что? Все, что мне нужно. Ну, акт выполненных работ вы дадите? Ясно. А есть у вас печать с собой? Акт проверки. Печать у вас с собой есть организация? Печать? Да, ну, печать. Вы же на акт должны какую-то печать поставить. Кассовый чек. Где у вас терминал? Терминал? Ну, кассовый терминал. У нас квитанция. Квитанцию дадите. Спечать. Либо оплат идет либо через... У вас есть с собой бланки квитанции? Конечно, нет. Скажите. Хоть один человек у вас заказал что-то сейчас? Ну, еще работать даже не начали. Да, слава богу. Ну, такие вы даете? Это ксерокопии, да, просто? Это? Да. Это оригинал документов. Это оригинал, да? Конечно. Где ваша печать? Здесь все, что нужно. Что нужно? Есть метрологическая метка, есть печать у метролога. То есть он здесь расписывается. Все есть. Ну, мы же не знаем, кто такой печать. Вот кто такой Адлер? Ну, город знает такое. Это метролог. Петролог? На вашей печати организации. Она о договоре есть. Из этого отрывка мы видим, что схема у гастролеров этих не меняется никак. Чем бы они там не торговали? Это накидки, массажеры, чашки, ложки, чего бы ни возили. В любом случае, все это происходит по такой серой схеме. Здесь это выглядит как? Вот они сами с вами в видео сказали о том, что они пока присматриваются к рынку. Запомните этот момент. Будут изучать и еще подумают, хотят ли они работать в нашем городе или не хотят. В итоге, сами ребята заявляют о том, что они из города Самары. Из города Самары работает по договору субподряда с неким Адлером. Инициалов там нет. Давайте посмотрим, какие документы у них есть на руках. Вы представляете интерес коммерческой организации. Это публичное место. Будьте добры, пожалуйста. Вы хотите предложить услуги. Будьте добры, пожалуйста. Предоставьте мне свои реквизиты, активных работ. Как это все выглядит. Терминал. Как он сейчас оплатит вашу услуги? Я вам еще раз повторяю. Услуга оплачивается по квитанции, либо через расчетную услуги. Кому оплачивается по квитанции? У меня вот есть директор. То есть я работаю непосредственно на него. У него есть договор. Можно ваше служебное засверение? Вы же будете ходить по квартирам. А вы совмещаете должность бухгалтера-директора приказом? Какое право вы имеете денежные и наличные средства принимать? Он говорит о том, что это ООО. На самом деле он является специалистом ИП Погодин без инициалов. Это ИП Погодин. Соответственно. У него есть договор с бюро поверки. А договор ИП Погодин без инициалов можно представить? Я еще раз говорю, как гражданин сейчас с вами разговариваю. Но это договор бюро поверки. Его договор. Красноярский край. Его договор. Ну вот схема как бы совершенно простая. Какие-то ребята, которые говорят, что они находятся в Москве, в Самаре, на какого-то ИП Погодина, который находится в Москве, который заключил договор с ООО, который находится в Красноярске. Ну то есть я сам запутался. Вы сами понимаете, что цепочка такая. У бенефициаров здесь очень сложно. И добиться какого-то результата или добиться каких-то качества работ от этих ребят будет совершенно невозможно. Поскольку сегодня они здесь, завтра это вообще третьи лица по такому же договору приедут. Никаких не гарантий того, что эти работы они выполнят качественно или вообще их выполнят. Никаких гарантий таких нет. Смотрим дальше. А куда претензии-то направлять по качеству работы? Например, если у меня вот претензии возникли в Красноярский край? Нет. А куда? В Самару? В Погодин. В Самару? Да. Ну как вы будете нести гарантийные обязательства потребителям, если работа... Ну, потребители считают, что работа выполнена, например, некачественно. Претензионную работу через Самару свою вести? Как она может быть выполнена некачественно? Как легко, вот. Покрасили автомобиль некачественно. У меня претензии. А вы вот некачественно сделали? Они все решили. Или вы считаете, что ваша работа такая легкая, что ее даже ребенок выполнил? Ничего не может. Ну, значит, может она выполнена быть некачественно? Вы же выдаете... Если есть претензии, она... Ну, куда обращаться? От такого поверха. Через Самару, соответственно? Ну, то есть, если человеку не устроит... И вы решили, как вы говорите, мы сейчас смотрим только возможности. Можно здесь работать. Ну, например, сейчас оказали вы услугу. А потом решили здесь не работать, потому что емкость рынка вас, например, не устроила. Человек будет через Самару обращаться, и вы сюда специалиста пошлете, чтобы изменить... Ну, например, да? Поменять качество работы, да? Так и будете. Решать-то вопросы. Вы сами в это верите вообще? Я человеку тоже не прошу. Ну, вы верите в это, в то, что вы говорите? Из Самары поедет сюда, сантехник, чтобы... Такая ситуация уже была. А, уже была, да? То есть, некачественно выполняете работу? Знаете, не успели ничего установить здесь? Здесь, я не праздник. А у вас кто принимает непосредственно деньги? 11-ое ответственное лицо. Ну да, кто у вас наличные следствия? Ну, то есть, он здесь сейчас, инженер, присутствует? На данный момент нет. А если бы у вас сейчас кто-то заказал услугу, то каким образом приняли бы вы? То есть, он имеет право принимать наличные указы? У него есть деньги. У него есть диплом на совершение, на выполнение работ, соответственно, он все делает, он просто на ответственный человек. Работают, я говорю, как я уже сказал, по серой схеме. Законным им, ну, что-то так предъявить совершенно нельзя. Закон они не нарушают. Как за кулисами сказал директор водоканала Станислав Мельник, здесь к ним нужно применять одно правило. Постучали в дверь, не представились работниками водоканала, если не показали вам удостоверение, то русское направление на три буквы. Все. Вот. Поймите сами, те работы, которые окажут эти ребята, вы не сможете им предъявить никакие претензии. Они никуда никогда не приедут вам исправить свои работы, если они некачественно сделаны. Вы их никогда не найдете. Даже тот телефон, который предоставил нам представители этой организации, мы проверили его через свои каналы. И в итоге оказалось, что это ноунейм сим-карта, которая ни на кого не оформлена, куплена в Самаре, действительно, в Самарской области. Но вы никого по этому номеру, я думаю, через неделю или через две просто не найдете. А чем грозит это нашим потребителям? Грозит тем, что они сорвут пломбы, сделают вид, что что-то сделали, поработали или проверили счетчик. Выставят вам счет в 20, 30, 10, 5, неизвестно сколько, тысяча рублей. Предложат, может, какие-то дополнительные услуги в виде датчиков непротечек, индикаторов всяких китайских с Алиэкспресса. И вы останетесь с круглым счетом, с оплаченными деньгами, побежите в итоге с вами в полицию, писать на мошеннические действия, но искать уже некого. Самое страшное будет вас ждать впереди. В том плане, что когда придет действительно поверщик с водоканала, проверит целостность пломбы, например, и увидит, что она сорвана, вам еще грозит от этого штраф. Поэтому держитесь от этих людей подальше. В любом случае, все работы, которые вы проводите с прибором учета, вы должны ставить водоканал в известность за несколько дней, о поверке и так далее. Компания, которая у нас осуществляет поверку, она есть. Это государственная организация, центр стандартизации и метрологии, филиал у нас имени Дубовика есть. Наберите, он в карте есть. Прекрасные цены, у них дешевые. Вы можете отвезти туда, предварительно уведомив водоканал о поверке прибора учета. Есть сайт специализированный. Все это информация есть на сайте самого водоканала, где вы можете проверить срок поверки, интервал поверки вашего счетчика. Все счетчики, которые выпускаются с завода, имеют уникальный номер. И, соответственно, по этой базе вы можете посмотреть, когда очередной срок поверки. Нужно ли вам вообще его поверять или нужно его заменить. Вы можете это все узнать. И проще всего позвоните в водоканал. Поставщик услуг у нас. Только водоканал. Лишним это не будет. Даже если вам показалось, что все документы у человека в порядке. Лишний раз убедиться о том, что это действительно представитель водоканала. И никаких проблем с законом у вас, в том числе со штрафами и какими-то долгами не будет. Один телефонный звонок. Продолжение следует. Продолжение следует...